Мишпатим У нас глава, вдруг я говорю, которая называется «Законы». Мишпатим на иврите. Первый вопрос мой. Есть заповеди? Десять заповедей. А есть законы? Да. Вот что, как это, как между ними разобраться? Есть законы, правила, заповеди. Да. Дело в том, что мишпатим – это со стороны ограничения. Законы. Да. Заповеди – это со стороны желательности выполнения, соблюдения. Даже там говорилось «не убей». Вы имеете в виду желательность соблюдения? В принципе, говорят они одно и то же. Каким образом человек должен уподобиться Творцу. Не в нашем мире, не в том, что «не убей». На этом уровне не говорится. Говорится, все относительно своего эгоизма и как его преобразовать в нечто обратное из себя, подобное Творцу, свойству полной отдачи. Так. Связи со всеми, любви и так далее. Когда в этой связи раскрывается само свойство отдачи, это вселенская, называемая, Творец. Это сила. Так вот, в раскрытии этой силы есть, во-первых, наши эгоистические свойства, желания. Их 613. Да. Они так и называются, 613 неисправленными желаниями, которые мы должны исправить. То есть, обратить их применение из эгоистического к себе, для собственной пользы. Иногда даже во вред другим. Так мы ощущаем собственную пользу. И обратить их в пользу для других, и через это соединиться, слиться, уподобиться Творцу. Так вот, в этих действиях у нас есть ограничения, когда я поднимаюсь над своим эгоизмом и перестаю с ним работать. Затем есть преобразование эгоизма в то, что я над ним могу совершать альтруистические действия. И затем, когда я сам этот эгоизм присоединяю к этому альтруистическому моему намерению и действую вместе с ним на благо, на отдачу. То есть, есть три стадии, да? Вы сказали. Вот, допустим, вор прекращает воровать. Так, не буду воровать. Да, это первая заповедь. А вторая заповедь, когда он все свое воровское, это мастерство, еще и отдает людям. Так. Ну, в каком виде? Ну, вот, вскрывает там… Как в Логенре, помните? Да. Вскрывает сель, где закрылся ребенок. Да, да, да. И тем показывает, что он был вором. Да. Вот так. Ага. То есть… Так вот, есть здесь ограничения, есть здесь подъем над эгоизмом, и есть здесь преобразование эгоизма уже в действии, в альтруизм. Первое, значит, это ограничение, я не ворую, второе, подъем над эгоизмом. Что бы мне ни дали, что бы мне сейчас ни предложили, какие бы вознаграждения эгоистические, я все равно этим не воспользуюсь. Не возобновлю свои все эти дела. А следующее, я использую вот эту вот, да, свою вот эту вот быстроту, реакции, способности, возможность войти в любую дырку, я использую для того, чтобы это отдать. Да, отдать, да. То есть только на любовь. То есть и так мы можем распределить и заповеди, да? Да, они распределяются. Они так распределяются. Но в их выражении есть ограничения правой линии, левой линии, средней линии, там, относительно себя, относительно общества, относительно Творца. В общем, много всевозможных нюансов. В общем, много всевозможных нюансов. В общем, много всевозможных нюансов. В общем, много всевозможных нюансов.